Улица Смедовича, наполовину пешеходная зона, расположена в самом центре города. Это излюбленное место прогулок для жителей Нарьянмара. После сноса здесь старых деревянных домов облик центральной улицы города значительно улучшился. Осталось решить вопрос со зданием старой типографии. С Медовича 19 у этого здания богатая история. Когда-то здесь располагались Ненисская редакция радиовещания, редакция окружной газеты Нарьяна Вендер и типография. С начала 90-х в здании размещалась только что созданная Ненисская государственная телерадиовещательная компания «Заполярье» – федеральная структура. Позже, на стыке тысячелетий, компания вошла в холдинг ВГТРК и стала его дочерней компанией. Ещё позднее, в 2005 году, «Заполярье» было преобразовано в территориальное отделение Архангельской ГТРК «Поморье». После переезда отделения в другие помещения на улицах Хаттанзейского здание осталось заброшенным. Хотя собственник у этого объекта всё же есть. Здание и земля под ним находятся в федеральной собственности в пользовании ВГТРК. В течение двух лет окружная администрация через Росимущество безуспешно пыталась забрать это здание в собственность округа. Отметила на оперативном совещании, где решалась судьба аварийного объекта заместитель губернатора Евгения Шимко. Всё это время администрация также пыталась обязать нынешнего собственника содержать и охранять заброшенный объект в целях безопасности города. В конце концов, где-то в этом году мы добились того, что они хотя бы оградили это забором временным, ленточки такие были сделаны, и заколотили окна. Однако здание так и осталось бельмом в городском глазу. Теперь спустя два года ушедших на решение проблем, Росимущество высказало готовность передать федеральное имущество в региональную собственность. Решение за регионом. Значит, оно в таком виде, неприглядном, и дальше будет стоять. То есть нам либо нужно забрать его из федеральной собственности, снести, и после этого, а может быть, даже найти инвестора, который снесёт и что-то там построит на этом месте. Временно исполняющий обязанности губернатора поручил руководство мэрии подготовить соответствующее предложение. Стоит отметить, что улица Смедовича – это исторический центр Наринмара, поэтому к строительству новых объектов здесь должен быть особый подход. Кроме того, после сноса старых жилых домов вдоль улицы освободилось немало земельных участков, которые также ждут застройки. А пока мэрия готовит предложение, окружная администрация начнёт процедуру передачи зданий с федеральной в региональную собственность. Иначе он и дальше будет стоять таким чудо-объектом, который разрушается и портит внешний вид. Сдвинулось с мёртвой точки и решение вопроса строительства нового здания инфекционного отделения окружной больницы, которое сегодня располагается в старом здании окружной больницы. По словам руководителя департамента здравоохранения Сергея Свиридова, пришёл ответ на запрос ведомства из Минздрава, в котором говорится, что министерство концептуально поддерживает строительство инфекционного отделения в Нинницком округе и считает целесообразным выделение дополнительных федеральных ассигнований на эти цели. На уровне идеи наш проект поддерживается. Теперь хотелось бы понять, будет ли это поддержано на уровне финансов. Сергей Свиридов пояснил, что министерство уже запросило у департамента техническую документацию и в настоящее время вопрос переходит в практическую плоскость. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Владислав Ткачёв, телеканал «Север».